Девять часов три минуты в Москве, Бригада У продолжается и мы наконец-таки начинаем же болтать с нашей гостьей, звездой, певицей, фигуристкой. С недавних пор. Да, и крутительницей обручей. Только что? Юлиана Караулова. Гимназка. Состоялась как крутительница обручей. Это была моя орбита просто. А я даже десерялся с этим обручем и хотел быть и ремнем, и обручем. Я смотрел сейчас и думал. Ремня тебе надо. Да. Ремня. Да. Именно это ты и думал, да? Именно. Так, Юлиан, с чего начнем? Поехали вот прям вопросы. Вот столько всего, если честно, вообще можно вам рассказать. Вот, вот мне тут девочка пишет, так жду концерт Юлианы в Казани 4 числа, прям пойду-пойду. Скажу, это у тебя тур или... Да, во-первых, у меня 1 ноября в Москве первый большой сольный концерт, презентация моего дебютного альбома «Чувство Ю», которое недавно вышло. Обязательно вас жду, всех приглашаю. Спасибо большое. Всех наших слушателей, зрителей. Сольное название. Да, приходи. И юмористическое в то же время. Вот. И потом с этой программой замечательной, прекрасной мы едем в тур. И в том числе, кстати, при поддержке Европы Плюс в Казани тоже будет большой сольный концерт 4 ноября. А сколько городов? Ты знаешь, он еще забивается. Если честно, я не считала. Ну, то есть там у нас уже есть какие-то даты в ноябре, в декабре. Расписание можно посмотреть на моем официальном сайте, но график будет обновляться еще. Классно. Здорово. Классно. Скажи, вот твой долгожданный альбом. Да. «Чувство Ю», дебютный, да? Прям первенец твой. Да. Ну, мне кажется, не скромно так кажется, что он очень даже неплохой получился. Хороший, сильный год целый. Мы его готовили, записывали. Более того, знаешь, были песни, над которыми мы работали, но они не вошли в альбом, потому что мы посчитали их неподходящими для этой пластинки, недостаточно сильными. Вот, на мой, опять же, скромный взгляд, мне кажется, что там практически, да вообще нет проходящих песен. И, по большому счету, наверное, каждая песня могла бы быть синглом, но это было бы слишком жирно для всех песен. И мне кажется, что за этот год мы проделали очень большую работу. Потому что действительно столько всего было, что кажется, что прошел не год, а целых десять. Год, год за два. Год за два, да. Я тоже тебя люблю. Я тоже на тебя смотрю. Так, прекрадите вот близость виртуальную. Да, 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 да. Юля, у тебя классная команда, я так понимаю, что по производству хитов, по твоему участию в всевозможных проектах, кто твои люди? Сколько их на тебя работает? Мои люди со мной, как говорят рэперы. Ну, их на самом деле не так много. Основная банда — это музыкальный саунд-продюсер Андрей Черный и команда Xeon Music во главе с Ирой Щербинской и Денисом Сатаровым. Мой директор Павел Назаров, который тоже очень много делает. Моя прекрасная пиар-агент-провокатор Алина Попова. Ну, и еще много других хороших, замечательных людей, которые нам помогают, с нами работают. Классно. Мы поговорим об альбоме, еще мне хочется узнать какие-то нюансы. Скажи, я вот кроме Бьянки не знаю, кто еще писал для тебя песни для этого альбома. Ну, там на самом деле очень много авторов, очень разные авторы. Из таких более-менее известных еще, наверное, есть такой рэпер LX24, Леша Назаров, «В быту». Да, его песня «Разбитая любовь». Ну, остальные авторы, они, наверное, широкой общественности неизвестны пока, по крайней мере. Ну, они хорошие, талантливые люди. Хорошие ребята, да. Итак, альбом уже в продаже можно брать и покупать, и слушать. Да, 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 везде, во всех цифровых витринах страны, ну, как это у нас называется, iTunes, Google Play, Яндекс.Музыка. В ВКонтакте, конечно же, есть что-то там. Так, вот какой-то вопрос, я его увижу уже не в первый раз на СМС-портале и в нашей видеотрансляции. После «Фабрики звезд», Юлиана, ты пропала лет на 10, где ты была? Мне кажется... Такие вот страшные цифры вслух, ты зачем озвучиваешь? Мне кажется, это неправда. Нет, это на самом деле правда, но прошло не 10 лет, чуть меньше. Большой у меня был перерыв после «Фабрики звезд», я училась, строила личную жизнь весьма успешно. Вот, потом расстроила эту личную жизнь тоже весьма успешно. Вот, а потом я пела в группе «Fivesta Family», но перерыв был лет 6, наверное, 7. Угу. Между тем, как закончилась «Фабрика» и тем, как я попала в группу. Ну, это было такое затишье перед бурей. Ну, можно называть так. Ну, на самом деле я просто училась, и это был мой осознанный выбор. Я стояла перед выбором, когда мне было 17 лет, либо карьера, либо учеба. Я выбрала учебу, потом, если честно, жалела какое-то время, достаточно долгое об этом. Ты выбрала учебу и потом жалела об этом? Да. Я говорю, что достаточно 3 месяца. Сейчас я ни о чем не жалею, я получила 2 образования высших. Да ты что? Маме, маме принесла дипломы, да. И теперь с абсолютно чистой совестью занимаюсь своей карьерой. Класс. Ой, слушайте, я хочу вам предложить маленький прикол. Небольшой, как это, мэшапчик. Прямо буквально 10-15 секунд. Вы готовы? Конечно, готовы. Давай, мы всегда готовы. Вот, поехали. Это ты не такой песня? Версия? Похоже, но нет. Сепультура-ремикс. Почти угадала. Я зажду тебя, сижу и жду тебя. Ну, ты представляешь, как мне хорошо. Это ты сделала? Нет. Это ты в ВКонтакте нашел? Это мне прислали доброжелатели. Вчера ночью. Это металлика, да? Это металлика, да. Это не сепультура металлика. На ночь, послушай. Спать спокойно будешь. Звезды в небе горят, да. Откуда у людей появилась акапелла? Тут же акапелла использована для вот этого... Ну, акапелла есть в открытом доступе на сайте промо-диджи, если я не ошибаюсь. Промо-диджи? Делайте ремиксы. Да, ремиксы, пожалуйста. По-моему, акапеллы всех там моих песен есть. Мы всегда сливаем. Нам не жалко. Это клево. И что, есть хорошие ремиксы? Есть хорошие ремиксы. Конечно, есть. Много, да. И ты их используешь, когда в клубе работаешь, выступаешь? Ну, на «Ты не такой», да, использую ремикс. На остальные песни пока еще не использовала, но кто знает. Ну, достаточно нормой, таблетки, конечно. Вам не скучно? Нет! Очень хорошо. Что вы им раздаете? Они такие бодрые. Мы сдаем вопросы и приглашаем звезд, как ты, понимаешь? Которые сияют, и нас жжет и щиплет, и мы не можем сидеть... В кавычках, конечно. Юлиан, хотим спросить тебя про мультики. Это наша любимая тема. Мы много озвучиваем, и по большей части птичек в разных мультиках. Вот такая у нас специализация. Можешь показать? Застесняла, мальчик. Чё-чё-чё-чё показать надо? Как мы озвучиваем мультики. Нет-нет-нет, тебя ничего показывать не просили. Сиди, сейчас выдыхай. Нет, давай о тебе поговорим. Что за мультик ты готова нам озвучить? Я озвучила совсем недавно мультик новый, диснеевский. Он 1 декабря выходит в большой прокат, будет идти во всех кинотеатрах страны. Называется «Моана». Я озвучила маму главной героини. Её зовут Сина. Вот так я стала матерью. В оригинале её озвучивает Николь Шерезингер. И я спела заглавную песню к мультику. Она называется «Сердце моё». А в оригинале её поёт Алисия Карра. Блин. Блин. Скажи, а ты как-нибудь изменяла, взрослела голос мамы, чтобы быть мамой? Это же нужная жертва. Да, да. Я когда только встала к микрофону, начала озвучивать, мне сказали «Вы знаете, вы звучите младше, чем ваша дочь». У меня просто недавно была такая же проблема. Можете что-то с этим сделать? И что, и запечили вниз, сделали? Нет. Режиссёр, который... Ну, режиссёр аудиомонтажа, мне говорил «Представь, что ты разговариваешь с мужчиной». Ну, я представляла Илью. И говорила... Давай-давай, шути. Я тебе верю. Привет, малыш. У нас Вики тоже недавно стала мамой. Да, точно так же. Но там технически решили. И мне приходилось очень сильно низить голос, потому что звучу я... Ну, давай-то немножко. Да, это молодая мама. Скажи, Юлия, а ты видела уже мультик «Селиком»? Или только свою часть? Нет, только свои части, которые я озвучивала. Угу. Первого декабря, значит, «Муана» называется. Да, да, да. А с тобой ещё там были какие-то другие звёзды, нет? Ну, папу озвучивает. Денис Клявер. Вот так мы породнились. Девочку озвучивает Зина Купринович, участница всевозможных детских конкурсов, голоса, детской новой волны, песни года детской. Вот. Очень хорошо поёт. Очень приятная девочка, талантливая. Мы с ней знакомы. Клёво. Ну что, мы ждём выхода на экраны со стороны мультфильма «Муана». Как ты катаешься на коньках. Неплохо я катаюсь. Правда, что у тебя уже травмы первые пошли? Надеюсь, последние. Да, у меня была трещина ребра вначале одного, потом второго, но сейчас мне уже лучше, полегче, не так больно. Я даже не кряхчу теперь, когда встаю с кроватью. Так. Цены информации другие. Крюто этого нет, да? Да, больше сексуально так я не поднимаюсь. Жесть какая. А до правильного. А до проекта ты хорошо каталась на коньках, уверенно стояла? Ну, я бы не сказала. Я умела ездить прямо, делать фонарики. Да я вообще, на самом деле, считала себя всегда суперспортивным человеком. Я там 15 лет на сноуборде катаюсь, всякими разными видами спорта занимаюсь, всевозможными, в том числе экстремальными. Но когда я пришла на проект, я поняла, что я горько ошибалась. Потому что, ну, реально сложно. Нужна действительно такая мощная подготовка. Скажи, а ты вот когда про сноуборд вопрос такой, ты цеплялась кантом и падала вперед? Да, да. И ничего не сломала? Нет, ничего не ломала, но я пару раз отбивала, мне кажется, достаточно сильно. Может быть, тоже была какая-то трещина. Головой билась? И головой. Заметно? Я просто так спросил. Болела потом грудная клетка. Знаешь, когда сильно ударяешься. Я тоже так живу. И первые, там, сколько-то секунд лежишь, не можешь вдохнуть. Да, да, да. А потом, когда вздыхаешь, еще месяца два, бывают, ребра болят. Ну, более. Вот, ребра, короче. Берегите ребра. Совет от Юлия. Да, Юлия, нужна ваша поддержка. И голосуйте, и смотрите, болейте за Елену Курау. Да, за нас, Максимом Траньковым. Болейте, пожалуйста, нас что-то судьи вообще мочат. Строгие, да? Мочат нас судьи, да. Мы так стараемся. Нам говорят, что вы тут? Они в суде их дело. Мы, понимаешь, мы за революцию. Мы за то, чтобы все было классно, современно, модно. Мы вот катались. Реформы. Завтра будет эфир под Виктор Цоя кино. И нам сказали, вообще, что это такое? Вообще, что это за странный номер? Ужас какой. И поставили высокие баллы тем, кто катался под песни про рябины. Мы теперь не решили, что нужно кататься про песни про рябины. Вот. Разбитые мечты. Вот что-то, на самом деле, более лиричное. Потому что на этом проекте больше любят лиричные композиции. А ты не слушай. На концерт 1 ноября в РЭД. Я вас всех очень жду. Мы готовимся. Прямо сейчас пойду на репетицию концерту. Будет здорово, я обещаю. Давай, тебе удачного тура. Удачных покатушек на льду. В летниковом периоде. Распродаж альбома. Удачного дня, прекрасных выходных и, ну, такой чуть-чуть, чуть-чуть стыдной пятницы. Извините за это слово. Хорошо. Тебе тоже отличных выходных. До понедельника прощаемся. Джим, Илья и Вики. Бригадую Европа Плюс. Редактор субтитров А.Семкин